Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Александра Гозиас опровергла информацию о том, что у нее отношения с Дмитрием Долыбовым. Девушка написала, «Ребят, у меня нет романа, нет отношений. Я девочка одинокая и не строю ни с кем отношения. Журнал Дом 2 задолбал распускать сплетни». Лиза Триандефелиди по-прежнему одна. Девушка не хочет вступать ни с кем в отношения. Как долго продлится одиночество Триандефелиди пока непонятно, ведь она больше не хочет спешить с отношениями. С другой стороны, за это ее могут вообще выгнать на голосовании. В паре Романа и Марины случился конфликт. Рома собрался в ближайшее время лететь в Питер, а Марина, естественно, хочет с ним. Но, к сожалению, с собой не берет, и это ее в коре не устраивает. Рома написал, «Не беру я ее, потому что уже почти 5 месяцев я не видел маму. И, естественно, что я проведу все свое время с ней. А к знакомству с Мариной мама пока не готова. На то куча причин. Как минимум, Марина будет первой девушкой, которую я познакомлю со своими родными. Так что для меня эта ситуация, так сказать, диковинная. Поэтому знакомство Марины и моей семьи я отложу на следующую поездку». Ольга Орлова знакома телезрителем еще со времен участия в группе «Блестящие». После девушка занималась сольной карьерой. Вот только реалити-шоу не придало Ольге популярности, а наоборот принизило в глазах поклонников, которые ценили ее уровень выше, чем Дом-2. Более того, сейчас при каждом удобном случае Орловой намекает, что ее будущее не так радужно, и самые лучшие моменты в жизни уже ушли. В сравнении с Бузовой, Орлова уже прошла пик своей карьеры и катится вниз. А вот ее тезка Ольга только набирает обороты и уже превзошла своих коллег по проекту, набрав невиданную популярность. Интересная новость с сайта шлок. Иосиф Аганесян выдвинул условия для свадьбы с Сашей Черно. Парень заявил, «Пока у меня не будет фундамента и карьеры, о свадьбе я в принципе даже не буду задумываться. Мне нужно стабильно работать для того, чтобы содержать будущую семью». Зрители Дома-2 считают, что Либерж Кпадону не достойна быть ведущей Дома-2. Все прекрасно помнят, как Либерж вела себя на проекте, когда была еще участницей. У девушки были серьезные проблемы с алкоголем. Как бы то ни было, Кпадону удалось завязать с этой пагубной привычкой. Однако ходят слухи, что на острове Либерж снова выпивает вместе с участниками. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.